Ирина Валерьевна, здравствуйте. Учебный год у нас уже идет третью неделю. Подскажите, пожалуйста, каким образом должно быть организовано детское питание в стенах образовательного учреждения? Ну, в образовательных учреждениях, в школе, в обеденном зале в обязательном порядке ввешиваться меню фактическое, которое возможно увидеть наименование блюда, оценить массу порций, которая указана. Также производственная деятельность столовой, ну, соответственно, пищеблока должна не расходиться в разрез с режимом работы учреждения. Графики питания утверждает сам директор, то есть никто, либо сам директор, то есть администрация школы. При входе в обеденный зал обязательно создаются условия для соблюдения гигиенических требований воспитанникам, то есть это и обязательно устанавливаются раковины, которые обеспечены жидким мылом, бумажными полотенцами. Ну, на данный момент в нашей сложившейся ситуации также антисептическими средствами. И должно быть это все в течение всего дня, то есть никак не исчезать. Накрывание на столы осуществляется до прихода детей в столовую. Накрывание на столы осуществляется сотрудниками столовой, но никак не детьми, то есть это ни в коем случае нельзя допускать. Питание отпускается непосредственно всему классу, и контроль качества, безопасности выпускаемой продукции, ну, те же органолептические какие-то свойства, обязательно бракиражной комиссии, то есть, которую утверждает также директор. Ну, и витаминизация блюд тоже у нас обязательная, ну, и особенно сейчас в осенне-зимний период. А какие требования существуют? Какие вы требования определяете к организации горячего питания в школах? Ну, горячее питание организуется по примерному меню, которое утверждается директором, как директором школы. Если это какой-то организатор питания, то утверждается с одной стороны директором школы, с другой стороны организатором питания, потому что он разрабатывает это меню. Также согласовываются органы санэпиднодзора в обязательном порядке, ну по Санпину, который по профильному, по питанию школьников. И должно включать это меню. Обязательно определенный набор продуктов. То есть это и мясо, молочные продукты, овощи, фрукты. Ну хлеб, обязательно хлеб, тоже мы не забываем про это. Сливочное масло, сыр, ну то есть основные продукты, которые нам необходимы. Готовые блюда обязательно щадящие технологии приготовления. То есть это не жареное, не жирное, не острое, не соленое. То есть такое запрещается в питании детей. Это, как правило, нельзя маринованные в уксусе овощные, кремовые изделия нельзя. Паштеты нельзя, маринованные грибы, блинчики с творогом, с мясом. То есть это тоже недопустимо. Макароны по-флотски те же самые. То есть это нельзя в питании в общеобразовательном учреждении. Также используются только блюда, которые включены в обязательные рецептуры. То есть разработаны специальные рецептуры для детского питания. И меню, оно соответствует рецептурам. И заявка на определенное количество детей должна поступать накануне. То есть какое определенное количество. То есть потому что по количеству детей готовятся блюда. Если ребенок не пришел вовремя на завтрак или на обед, соответственно, блюдо не может быть сохранено. Более того времени, которое регламентировано. То есть это два часа, не более двух часов. Готовые блюда не повторяются в один день и в последующие два дня. На линии раздачи всегда для визуального контроля выставляется контрольное блюдо. Ну, вывешиваться фактическое меню, как было уже сказано выше. То есть есть примерно, есть фактическое. Оно у нас вывешивается. И для органолептической оценки каких-то вкусовых качеств, качества приготовления пищи. Обязательно создается брокеражная комиссия, которая проводит брокераж. То есть пробу этого блюда. Ну и также в весе горячее питание. Соответственно, все горячие блюда должны поддерживаться в определенной температуре. То есть производственная аппаратура должна быть определенная на раздаче, которая бы поддерживала эту определенную температуру. То есть, подводя итог, можно сказать, что питание в школе, в детском саду должно быть правильным, диетическим, свежеприготовленным, разнообразным. И, к сожалению, те люди, которые составляют это меню, они не могут ответить на все желания наших детей, которые просят, чтобы у них на обед были их любимые наггетсы, которые они сейчас очень так предпочитают. А только паровые котлетки. Да, потому что во фритюре нам нельзя в школе давать детям ничего. Ни в школе, ни в садике. Вы же уже сказали, что директор, администрация, школа, оно также принимает участие в организации горячего питания, даже если это горячее питание организовано оператором, как у нас это на территории. Какова же роль администрации, как директор может повлиять на процесс организации, как может проконтролировать вообще все те регламенты и требования, которые предъявляются горячему питанию? У нас существует федеральный закон 273 об образовании в Российской Федерации. Согласно статье 37 данного федерального закона за организацию питания детей в образовательной организации, то есть это все возлагается на непосредственно образовательную организацию, где ребенок обучается. В текущий момент не обязательно, что какие-то надзорные органы только осуществляют контроль за качеством и безопасностью питания, но также это возлагается на администрацию. И директор вправе создать какую-то инициативную группу, какую-то комиссию и предложить родителям поучаствовать в этих комиссиях, только вступить в родительский комитет в том числе. И именно эти люди, они в принципе имеют все право оценивать сроки реализации, как готовится блюдо. То есть они в принципе имеют, ну даже снятие той же пробы. И температурный режим выдачи продуктов. То есть все это и обоснование, если там существуют какие-то потребности в замене того или иного продукта. То есть эти люди, они имеют право оценить, ну необходимо ли на самом деле это замена или необходимо. Можно без этого обойтись. И если все вышеперечисленные мероприятия, они не успокаивают директор, то он вполне даже может привлечь какую-то экспертную организацию и провести какие-то дополнительные лабораторные испытания. Ну и конечно не уходя в разрез с организатором питания, то есть не ущемляя его права. Мы знаем, что есть и еще есть такое понятие, как родительский контроль. То есть мы, мамы и папы, тоже можем, скажем так, проконтролировать и оценить качество горячих обедов, которые нам предлагает оператор, когда наши дети находятся в стенах образовательного учреждения. Ну и конечно же, да, родительский контроль, тем более у нас сейчас появились методические рекомендации, которые родительский контроль уже утверждают. Ну и конечно же решение вопросов качества, здорового питания, качества питания, каких-то пропаганды основ здорового, образа жизни, которые связаны с питанием. Ну и конечно же родительским комитетом вполне даже могут осуществляться. При проведении родительского контроля, ну что понимается под родительским контролем, то есть родители могут оценить соответствие выдаваемых блюд, меню. Ну и для этого у нас фактическое меню и вывешивается. Потом санитарно-техническое оснащение столовой в соответствии с требованиями безопасности, то есть мебели, которые в обеденном зале, соответствуют ли она требованиям, даже санитарно-педемиологическим требованиям. Посуда, наличие салфеток, наличие прочих гигиенических требований. Ну также должны быть условия к соблюдению, конечно же, правил личной гигиены учащихся, наличие лабораторных инструментальных исследований, то есть запросить даже те же протоколы лабораторных испытаний, в принципе. Это возможно, чтобы оценить качество и безопасность как сырья, так и готовой пищи уже. Ну и вкусовые предпочтения детей тоже, в принципе, родители могут это более близко оценить, им гораздо проще в этом отношении. Ну и информирование родителей, то есть по этапу своего контроля они могут потом на родительских собраниях высказать там свои соображения или как-то этот момент обсудить. Встречаемся мы с вами в то время, когда у нас объявлена пандемия. И на наш взгляд, наверное, такая информация, как гигиена питания, она тоже сегодня, скажем так, актуальна, как никогда. Так вот, как же научить наших детей гигиене, в том числе и гигиене во время приема пищи? Ну, необходимо, конечно же, администрации, школы, ну, в лице учителя, конечно, классного руководителя, организовать родительские собрания, какие-то уроки здоровья. Ну, соответственно, можно привлечь специализированной организации, которая, ну, сведущей в вопросах питания, и освещать такие темы, как здоровое питание, как важен режим питания, как важны приемы пищи в определенное время. Также, ну, какие-то заболевания, профилактика элементарных заболеваний, которые связаны с питанием. И, ну, также повышение иммунитета, которое очень немаловажно, тоже связано с какими-то продуктами питания. Та же роль фруктов, овощей, витаминов, минеральных веществ, то есть, все это можно на классных часах и уроках здоровья осветить. Для родителей, так и для детей. Большое спасибо вам очень информативно, да. А вот что делать тем, у кого после того, как они посмотрят наше с вами интервью, возникнут еще вопросы, или же, не дай бог, жалобы, да, на качество или самого питания, или организацию, да, что-то не устраивает. Они могут к вам обратиться? Да, на данный момент у нас сейчас ведется горячая линия с 14 сентября по 5 октября с 9 до 17 часов. Можно обратиться по вопросам питания или с жалобами на питание, тоже, в принципе, можно обратиться на горячую линию по организации питания. Спасибо вам за беседу, до свидания.